Дружина твоя, князь, и хуже немецкая. Дружина одна и мало. Мужиков подымем. Эх, времена! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Эх, времена» и я, Михаил Элицарев. Мы продолжаем наш цикл передач, нашу дилогию передач о кризисах в образовании и культуре. И, опять же, у меня в гостях две прекрасные павы. Это Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии и медиакоммуникации Вятского государственного университета. Здравствуйте, Ксения Станиславовна! Здравствуйте! А также Елена Олеговна Галицких, доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного университета. Здравствуйте, Елена Олеговна! Добрый день! И, собственно, кризис в культуре, а сейчас многие об этом говорят, и я не понаслышке знаю, как тяжело приходится людям, так как каждый вечер проезжает кто-то, и из окон машины звучат мелодии абсолютно мне непонятные. По улицам иногда такой мат-перемат, что я также начинаю волноваться. На телевидении мне бы хотелось как-нибудь посмотреть, не знаю, условно, какую-нибудь постановку или что-то такое, знаете, хорошее, а там исключительно российские сериалы. И вот можем ли мы говорить о кризисе в культуре? Меня, на самом деле, этот вопрос, если честно, очень даже беспокоит. Можем так говорить или не можем? Как вы считаете, Дамы? Ну, на самом деле, нам всегда кажется, что кризис. Нам всегда кажется, что не очень, да? Мы современники, и оценить своих современников нам подчас бывает очень тяжело. Ну, всё-таки, вот, я филолог, и, конечно, культуру я прежде всего связываю с литературой, безусловно, да? И беда, мне кажется, тут две беды. Одна беда всё же от постмодернизма. Вот, и что сделал постмодернизм? Постмодернизм взял всё, что было до того. Ну, советское просто осмеял, а классику просто обошёлся с ней, ну, так скажем, грубо, да? Порубил на какие-то кусочки, а потом стал играть вот в эти осколки, складывать мозаики, хихикать, и ничего не принёс. И получилась страшная вещь, да? Получился, собственно, китч. То есть вот беда, мне кажется, современного искусства, в принципе, это подмена истинности, подлинности китчем. Когда китч становится или сочинительство, как говорит Роман Сенчин, да, вытесняет серьёзность. Понимаете, серьёзность не нужна. Современный человек в большинстве своём, и это вторая причина, не хочет задумываться над какими-то вещами. Отсюда появляется вот такой вот разряд литературы, как мидл-литература, да? То есть литература для среднего класса, люди достаточно образованные, но не желающие думать над серьёзными вопросами. И, наконец, третья, вот я сказала, две и всё-таки третья. Понимаете, большинство людей понятно, для чего надо изучать физику, для чего надо изучать математику, для чего нужна информатика. Но сталкиваешься с мнением, а зачем вообще нужна литература? А зачем читать книги? И вот совсем недавно ко мне подошла очень хорошая моя студентка, она в школе параллельно работает, а она говорит, ну, Ксения Станиславовна, вот вы мне дали книгу прочитать, мы с ней обсуждаем. Ну, а что, я знаю много людей, которые не читают, и они хорошие люди. То есть чтение – это не показатель интеллекта, образованности и так далее, и так далее. И, понимаете, в эпоху, когда доминирует визуализация, когда доминируют гаджеты, мы, мне кажется, все опасности не ощущаем до конца, а она очень серьёзная. Почему? Потому что, когда человек читает, работает определенные участки мозга, а когда он с гаджетом, то работает совсем не тот участок мозга. В результате у ребёнка и у взрослого человека, а мозг, я напомню, формируется до 25 лет, хотя развивается до конца жизни, но формируется до 25, да, происходит, ну, как это, образы не складываются, да, а именно на основе этих образов и выстраивается логическая интерпретация информации. То есть формируется, ну, я бы так назвала, неомифологическое сознание. И Елена Олеговна подтвердит сейчас, я уверена, что раньше мы приходили, мы ведь обменивались цитатами, мы знали фильмы, мы знали книги. Ребёнок мог не помнить, откуда это там сгибаться в перегипу или там, да, там дойти до степеней известных, да, но это было в культурном коде, ведь это культурный код, это связь поколений, понимаете. Вот я только... да, это было единое культурное поле. Я только один вот последний такой факт приведу. Ну, программа по литературе оформилась у нас в 1933 году и приблизительно в таком виде просуществовала до 1991 года. Ну, потом всё стало меняться, но это уже отдельный разговор. Но я напомню, что, например, в 1940-1941 учебном году народным комиссариатом просвещения РСФСР вводится новый учебный план средней школы накануне Великой Отечественной войны. И в этом плане количество часов по русскому языку и по русской литературе было 20% от всех остальных предметов. И здесь тоже роль литературы и русского языка может быть в победе, в нашей Великой Победе, да. Ну, наверное, эти люди, наше просвещение тогда были, может быть, не столь глупые, правда, и не задавались вопросу сама, зачем человеку читать и зачем строителю нужен там, или, я не знаю, там, врачу русский язык и русская литература. Вот. Ну, вот пока так, Елена Олеговна. Если позволите, я продолжу этот разговор, потому что я не могу сказать, что наша страна, государство и общество не переживало и не стремилось поддержать чтение как процесс, который формирует нацию. Несколько лет буквально назад закончилась большая национальная программа поддержки и развития детского и юношеского чтения. Она была принята на государственном уровне, и её реализацией занимались и педагоги, и библиотекари, и писатели, и социологи, и психологи. И хочу сказать, что появилось большое количество исключительно интересных книг, которые исследовали чтение как многоаспектную проблему. Это и культура чтения, и функциональное чтение, и стратегии тактики читательской деятельности, и современное книгоиздательство. И, в общем, очень было много интересного. Сейчас это тоже продолжается. Мы видим такие интересные книги, как вы издаёт и пишет их Марина Рамштам, читать, например. И мы знаем, что Мария Эта Чудакова издала целый ряд книг для подростков и взрослых, которые формируют потребность читательской деятельности. Мне хочется даже об этом говорить сейчас, потому что мой ближний и дальний круг и вся моя профессиональная деятельность связаны с людьми читающими. И если люди читают, с ними всегда есть о чём поговорить. Потому что мы аукаемся всегда таким вопросом. Скажи, что ты прочитал, самое интересное, самое свежее. Вот зачем бежать в магазин или в библиотеку, открывать срочно, читать и получать удовольствие. Я училась у удивительного профессора, педагога Александра Георгиевича Балыбердина, за которым стоит целый период развития нашего педагогического института в своё время. И когда я пришла на первый курс, он нам сказал, «У будущего учителя русского языка и литературы десять книг должны укровать и лежать всегда. И если вы перед сном не прочитали 30 страниц, значит, вы день прожили зря». Вот в последнее время я ловлю себя на мысли, какую строчку, какого автора, какую книгу я открыла сегодня за день, и есть ли в моём читательском багаже вот эти новые 30 страниц, и о чём они мне говорят, чем они мне помогают. Мне не хочется сейчас даже убеждать слушателей в том, что чтение – это образ жизни. Чтение делает жизнь более содержательной, эмоциональной, интересной. И, конечно, если мы, начиная с самого себя, со своей семьи, со своих детей, внуков, не сможем сохранить эту потребность в чтении, потребность в книге, действительно тогда будет кризис культуры. Потому что есть вещи, которые передаются только и сохраняются только вот в этой книжной культуре, потому что сама книга – это уже очень мощный коллективный продукт культуры жизни общества, начиная от её создания и заканчивая её весом, её прикосновением. Есть даже целая очень интересная теория «Пять языков любви», которая книга в себя вбирает во всех отношениях. Ну, почему? Потому что книга – это всегда поступок. За книгой надо пойти, её надо найти, её надо купить. Это очень важно. Книга – это поступок. Книга – это время любви, потому что ты какую-то часть своей жизни тратишь на чтение. Книга – это подарок. Это очень важно, язык любви, какую книгу ты даришь и как на неё откликаешься. Книга – это прикосновение, потому что запах и шорох страниц дают нам ощущение времени, энергию времени. Ну, как вот сейчас очень красиво, мне так нравится это слово «шум времени». Мы ощущаем его в этой книге. Я хочу сказать, что книга, конечно, это язык любви, потому что те слова – ненаглядная «моя голубка», «моё сердце», «моё аленький цветочек» мы вычитываем именно из книг. Мы бы не говорили таким эмоционально богатым языком, если бы у нас не было этой читательской культуры. Ну, не сочтите за хулиганство, если я закончу маленькой цитатой, которая вот совершенно неслучайно попала в руки и зацепила, потому что культура формирует наш мир ценностей. Ценности – это отношения, это то, что не имеет цены, но определяет нашу жизнь. А ценности остаются прежними. Честность, порядочность, плечи ребёнка, беседа с умным, молчание с ним же, гости издалека, цикады ночью, утренний запах сада, бесшумная походка кошки, книги, дающие возможность жить не здесь, и нормальная дружба, когда обоим ничего не надо. Мне так нравится, потому что каждое слово откликается на свой собственный жизненный опыт. Я очень ценю дружбу за её бескорыстие, за умение поделиться прочитанным, за умение прийти и стать рядом и в минуту радости, и в минуту больших утрат. Вот это человеческое в человеке сохраняет в нас именно культура. И, наверное, в первую очередь, не наверное, а в первую очередь, всё-таки способность общаться с книгой, вступать с ней в диалог. Спасибо. Я вот так как-то, наверное, подытожу вот эти слова, да, просто изречением «Счастлив тот, кто умом своим жив и разумом славен». Вот это на самом деле... Согласна, спасибо. Это на самом деле абсолютно верно. Тем более тут появилась категория «Счастье – это великая сила». Да. И, вы знаете, с исторической точки зрения, когда мы говорим о культурных кризисах, ведь на самом деле в истории нашей страны они были, и они были не раз. Ну, начнём с чего? Начнём с того, что кризис наступил в начале XI века после христианизации. В XII веке кризис усугубляется при возвышении, при усилении Владимира Суздальской Руси и фактически становлении нового образа жизни. Дальше у нас пошёл, собственно, XIII век. Кризис ещё больше углубляется под давлением ордынцев после монголо-татарского нашествия. Меня, наверное, где-то там кто-то побьёт, потому что у нас сейчас не принято называть это всё нашествием. Иго нельзя, нашествия нельзя, но, в общем, я говорю, я достаточно смелый человек. В XV веке культурный кризис принимает новые формы с подъёмом московского княжества, который фактически менял не только политическую, но и культурную роль других центров, которые до этого, собственно, занимали ведущие места. Кризис наступает в XVII веке, прошу прощения, в XVII веке в период смуты. В первой половине последствия смуты, потому что интервенты приносили, как бы, пытались ввести свою культуру, она где-то там как-то пыталась развиваться, а уже во второй половине XVII века опять смена формации, то есть и выплёвывание того, что было и абсолютно непонятного. Когда мы говорим культура, вот историки, когда мы говорим культура, мы понимаем, что тут как бы с древнегреческого это в первую очередь образование, учение, понимание, то есть это вот с древнегреческого, да, то есть культура, понятие достаточно обширное и широкое, и её изучают очень многие науки, и философия, и социология, и история, и филология. Кто только не изучает культуру и феномен культуры как таковой. Но вот эти вот переломные моменты, они, безусловно, встречаются и бывают. И моя мысль, на самом деле, в чём-то, не то чтобы основная, но она очень важная, расхожее заблуждение, что люди, например, в XII веке, в XIII веке, в XV веке, они были глупее. Или, например, человек XVIII века, он был, опять же, он был глупее, чем современный человек. И это я просто ещё помню, там даже по школьникам, по некоторым студентам, которые сидели и говорили, да ну, да какие дураки жили. Нет. На самом деле, совершенно не дураки, абсолютные не дураки. Это заблуждение. Это заблуждение. Люди просто жили без каких-либо вещей. Вот мы жили долгое время без мобильных телефонов. Стали ли мы при этом дикарями? Да, ну, нет. Умеем ли мы компьютерами пользоваться? Ну, каждый по-разному, безусловно. И некоторые молодые-то не до конца могут научиться им пользоваться, но это же не значит, что мы какие-то ретроградные формы жизни. Понимаете? И вот здесь, да, очень интересно, кстати, как пример сравнений. Представьте себе, у римлян, у них фактически отсутствовало понятие приватной жизни. У них просто отсутствовало понимание вообще, что есть какая-то там частная жизнь. С учетом того, что Рим это был город-миллионник, то есть, это был мегаполис по временам там второго века, третьего века, это был город-миллионник, там проживало минимум, проживал минимум один миллион человек. И из этого миллиона как минимум 60% было бездомными, потому что жилье было очень дорогим, очень дорогим. Вот вы не поверите, дамы, уважаемые радиослушатели, самым популярным местом сбора римлян для обсуждения всех вот новостей являлось отхожее место. Они там организовывали встречи. В процессе, значит, справления нужды, они обсуждали какие-то вещи, это было абсолютно нормальным. То есть мы, вот представьте, могли сидеть где-то, мы могли сидеть условно у себя в квартире, рядом кто-то бы, прошу прощения, занимался сексом, тут, значит, по другую сторону кто-то кого-нибудь бы избивал, там кто-то бы спал, а тут кого-то бы тошнило. И это было совершенно нормально. Понятие приватности частной жизни отсутствует. Римляне посмотрели бы на нас, на нынешних, как на социопатов, как на надменных каких-то бурдюков. Да, а вот, например, афиняне какие-нибудь посмотрели бы на любую, любую страну мира и сказали бы, что это тиран, тирания. По их мнению, не было бы ни одной демократии. Понимаете, мы как единицы, на мой взгляд, конечно же, мне есть что сказать о культуре, но я сейчас говорю как историк, а не как человек. Мы как единица должны, опять же, воспроизводить и проносить вот эту вещь дальше вперед. Опять же, культура в России, в российской истории, после эпохи Петра Первого, она не то, чтобы умирает, безусловно, появляются писатели, появляются музыканты, все это есть. Но культура сама по себе уже очень дряхла. Она оказывается уничтоженной, точнее сказать, уничтожили то, что вообще оставалось вот эти крупицы, потому что культуру, под культурой мы также понимаем и образованность человека. А о какой образованности может идти речь, если в Российской империи на 1912 год, в которой проживало 178 миллионов человек, почти 179, почти 90%, ну, на 12-й год уже там было чуть получше, 86%, не умело писать и читать. О какой культуре мы говорим? О тех 14%, которые могли написать или что-то сделать? Но на 1930-й год, я, насколько помню, там была цифра, по-моему, что-то в 30% образованных. То есть, точнее сказать, необразованных, тех, кто не умел писать и читать. Накануне Великой Отечественной войны 10% не умел читать и писать. Но, видите, Михаил Юрьевич, вы так говорите, а мы все-таки про литературу. Потому что, конечно, хоть и литература наша существовала, как вы говорили, там, дряхлеющая культура, но все-таки, наверное, со времен Петра, где-то это 18-й, 19-й и 20-й век, то есть, на самом деле, наша литература относительно молода, на самом деле, потому что до того была древнерусская литература, там были свои законы. В большей степени церковная она. Да, да, вот, и она показывала человека таким, каким он должен бы быть, да, а не таким, каким он есть, да, вот, но, понимаете, мне кажется, все-таки у нас, вот, совсем недавно я посмотрела фильм, это был третьего, по-первыхому, ну, Пауэрте, или как это, я даже не помню его название, французский фильм про семью, там, разводится, все, и это, я как смотрела, ну, как, я не хочу сказать, фильм ужасов, но как-то даже неловкие какие-то моменты, ну, надо было, видимо, где-то смеяться, где-то ухмыляться, но, понимаете, потом я переключила на канал Культура, и там был фильм про Клавдию Ивановну Шульженко, и вот, знаете, я подумала, вы знаете, о чем я думаю, что вот, ведь мы в периоды, у нас были периоды, да, высокого культурного взлета, причем не единиц, как вы говорите, в девятнадцатом веке, где дворянская культура, да, там два этноса, да, по Ленину, да, вот есть дворянская, есть народная, все понятно, но у нас была эта возможность, да, вот подняться до высот необыкновенных человеческого духа, да, и вот Шульженко рассказывает, как она, она же пережила блокадный Ленинград, и ее попросили спеть, как до войны, не в этих валенках, да, в платьице, и она побежала и попала под артобстрел жуткий, да, и она говорит, я лежала вот на этом, вот этом мост, да, через Неву, прижавшись, и думала только об одном, лишь бы платье не запачкать, понимаете, и она так пела, и я подумала, господи, вот нам показывают, я ничего не имею против этого французского фильма, понимаете, но в моем представлении это падение человеческого духа, я думаю очень часто, почему мы, вот почему человека, да, вот сам человек не хочет, его все время надо вытягивать, вот для этого и нужна педагогика, для этого и надо образование, да, а я вот, например, отмечу, что, между прочим, одна бывшая студентка филфака, я тут как увидел, одна бывшая студентка, студентка филфака, ныне известная поэтесса, значит, в Москве, по-моему, в Москве стояла на коленях в ночнушке с завязанными глазами, а сзади ее, это какая-то выставка, понимаете, это выставка, а сзади ее по пяткам, инсталляция, да, по пяткам и по спине ее били плеткой, и я вот просто думаю, это хэппининг, правильно называется, и я вот просто думаю, какая на самом деле у нас, вот понимаете, вот она, богемота, богемота вообще наша, что поэтическая, в действительности, да, что культурная, а дорогие друзья, мы с вами продолжим после короткой рекламы, оставайтесь с нами. Эх, времена! Дорогие друзья, с вами снова программа Эх, времена! Я Михаил Лицарев, и сегодня в гостях Ксения Станиславовна Лицарева, кандидат филологических наук, декан факультета филологии Вятского государственного университета, а также Елена Олеговна Галецких, доктор педагогических наук, профессор Вятского государственного университета. И мы продолжаем наш разговор, нашу беседу о кризисе в культуре. Есть он, нет его. Что вообще такое кризис? Так ли оправданы наши какие-нибудь страхи, либо надежды у кого-то? Так ли это в действительности? Я вот настолько знаю, Елена Олеговна хотела что-то сказать. В своё время вот прямо сошлюсь на Ксению Станиславовну. Она подарила мне совершенно потрясающую фразу Малера. Я её читала, но я не задерживала на ней, скажем так, глаз. А тут вдруг она вот меня пронзила. Это мысль, которая говорила, что традиция – это зажигание огня, а не поклонение пеплу. Вот на самом деле культура держится на традиции, и это очень важно. С одной стороны, она разрушает всё время традицию, ищет новые формы, новое содержание. А с другой стороны, она обязана показывать эту глубину, ну вот мы говорим, поэтической, филологической, литературной школы. То есть нельзя написать что-то гениальное, не понимая, что за тобой стоит Пушкин, Лермонтов и все остальные. Вот это очень важно. И я хочу привести один пример. Вот к Ксении Станиславовне, потому что я в основном смотрю только канал «Культуру». Я ему больше доверяю. Я уже знаю, что я там могу увидеть. Я люблю «Линию жизни». Я люблю интересное мировое кино, которое уже прошло испытание временем. И вот неожиданно для всех студентов, магистрантов и студентов пятого курса я задала монолог в четырёх частях режиссёра Александра Прошкина. Я получила большое удовольствие и откровенный интеллектуальный интерес от ответов студентов, которые послушали Прошкина. И там была такая фраза. Он не только режиссёр исторического кино, «Капитанская дочка», Ломоносов. Он не только человек большой внутренней культуры, который чувствует природу, землю, родину, который служит своей профессии, который понимает смысл призвания, как человека, который создаёт кино не на один день. Вот если так можно сказать. И только одну фразу. От общения с Прошкиным умнеет всё, что может помнить. Вот мне бы хотелось, чтобы у нас были такие культурные события, и такие фильмы, и такие книги, и такие авторы, от общения с которыми мы бы становились благороднее, благодарнее, умнее, добрее. Просто лучше. Спасибо. Знаете, я почему-то вспомнил одного ребёнка. Ему было, наверное, лет 14. И мы как-то с ним беседовали, и я у него спрашиваю. Вот скажи, говорю, а чего ты хотел бы от жизни? Вот примерно через 10 лет. Вот кем ты себя видишь? Я говорю, вот какая твоя мечта? И он мне говорит, моя мечта стать героем мемов. Понимаете? То есть моя мечта стать героем мемов. И мы, да, мы очень часто вот говорим о литературе, там ещё о чём-то. Мы зачастую даже просто-напросто не понимаем, насколько она может быть в какой-то степени поучительна. Я вот просто вот нашёл, у меня очень много различных всяких заметок, я их в процессе иногда делаю. А иногда, если мне что-то, допустим, понравилось, запало, я где-то что-то услышал, либо прочитал, я переписываю себе в телефон. И вот, собственно, позвольте цитату. Он сказал, что прошлое всегда остаётся с нами. Где мы были, где сейчас, куда идём. Всё это важно. Так он сказал. Вот в конце книги начинает казаться, что ты можешь измениться. Можно сменить имя, можно выдумать себе новое прошлое, но на самом деле ты сам знаешь, что было в действительности и не можешь измениться. Каждый идиот может говорить, что он изменился, но на самом деле измениться ты можешь своими делами. Вот, например, библиотека. Человек может решить, измениться и проводить всё время в библиотеке, но вы посмотрите на эти книги. Их даже не открывали. У героя были все книги, но он их не открыл. Они были ему, не нужны. Гэтсби был тем, кем был и делал то, что он делал. И поскольку он не смог свыкнуться с реальностью, она его добила. Даже что-то... Трагизм нашего существования. Да, знаете, как сказал Рэй Брэдбери, есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. Ну, ещё высказывание, да? Дом без книги, что тело без души. Поэтому меня, на самом деле, знаете, очень веселят объявления с продажей квартир, либо какие-нибудь обои, которые есть в продаже, на которых изображены книжные полки. Понимаете? Я на это смотрю в действительности с улыбкой. Потому что, ну, понятно, для чего это будет. То есть книги украшают, да, твоё личное пространство, твоё жилище. Но... Не наполняют его. Да. Но, видимо, собственно, как бы владеть в действительности книгой, это как бы, что, мавитон? Я не знаю, что это. Вы знаете, вот я хочу, ну, чуть-чуть, наверное, вот вы говорили о том, что чему она там учит, да? Да, вот мы рассказывали про хэппининг, да. Понимаете, мы очень мало говорим об ответственности. А на самом деле, ну, первая книга, как говорил Чехов, не даёт правильных ответов, она ставит правильные вопросы. Вот. И, понимаете, спасла ли, как спрашивал Шаламов, Фесси Лженицын? Вот. почему русская литература не спасла нас от печей Освенцима? Почему не спасла от Хиросимы и Нагасаки, да? Это страшный, на самом деле, вопрос, потому что есть ещё один вопрос, а скольких она спасла? И ответственен ведь не только писатель. Мы всегда говорим, вот там государство, руководители там, но ведь каждый из нас ответственен, понимаете? И, да, книга не предаст, это правда. И когда Елена Олеговна так говорила прекрасно о дружбе, всё же самое верное, друзья, это книги, но, тем не менее, ты от них получаешь тепло, но это тепло всё равно тебе не заменит человека. Вот в чём дело, к сожалению, понимаете? Мы ответственны перед вечностью, в конце концов. Дети сегодня, 21 века, которые родились, они в большинстве своём не способны грамотно говорить и связно писать. Если они читают, то зачастую не понимают смысла. Учёные называют вообще-то этот феномен функциональной неграмотностью, потому что много информации, слишком много, понимаете? И всё читается по диагонали. И вот ещё, например, вот мы задумываемся или нет, вот буква Ё, вот вы говорили там о мате, ну, о мате уже оскомину набило, честное слово, там всё понятно. Но вот о букве Ё, хоть и стоит там памятник, но говорят, там мало, да? Ведь вот посмотрите, мы же похоронили в большинстве своём, сами тихо, букву Ё. А ведь вы знаете, что буква Ё, например, встречается более чем в двенадцати с половиной тысяч, чьих словах, да? В двух с половиной тысячах именах и фамилиях, в тысячах географических названиях. А мы всё перевернули, и теперь у нас не бытие, извините, а бытиё, не свекла, как должно быть, а свекла, как это, ну, я даже не знаю, как сказать неправильно, а новорождённый, да? А говорят, новорожденный, да? А всё почему? Лицарёв, а не лицарев. Да, это понятно, конечно. Потому что это, пожалуй, самая такая большая проблема. На самом деле, в завершение мы очень часто пытаемся говорить о свободе. Мы часто говорим о том, что нам нужен какой-то путь, нам нужна вот эта вот воля, нас ограничивают, прочее, прочее, прочее. Но завершить мне хотелось бы словами одного замечательного человека по поводу свободы, по поводу культуры, да по поводу вообще всего. В действительности, дорогие друзья, свобода – ничто без ответственности, хлеба и знаний. И на такой, в действительности, оптимистичной ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо большое, что были с нами. Напомню, что в студии была Ксения Станиславовна Лицарева, а также Елена Олеговна Галицких. Ну и я, Михаил Лицарев. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания. Всем здоровья. До свидания. Эх, времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова